С больным человеком будешь. Это потому, что вы благородное дело делаете. Если ты свою жизнь, жизненную силу свою кому-то отдаёшь и спишь, надо самое главное здесь. Есть три типа пожертвования. Есть пожертвования в невержестве. Допустим, человек что-то жертвует, думает, блин, зачем я это сделаю. Это пожертвования в невержестве. Второе пожертвование в страсти. Человек жертвует и думает, давай, как бы, я жертвую, давай, как бы, Господь, что мы это делаем? Я жертвую, что такое? Мне тоже надо кое-что. Пожертвования в страсти. Теперь пожертвования в плавности для вас, говорю, делайте с чистым сердцем, отдавайте свои силы с чистым сердцем. И Бог вам столько даст назад. Вот если вы просто вот этому человеку поможете, вы просто поможете ему. Не зная даже, почему так. Почему вы его не знаете. Я не буду вам говорить. Это будет когда-нибудь скорыстно. Я вам могу сказать только одно, что если вы этому человеку поможете, вы даже не представляете, что вас ждет в следующей жизни. То счастье, которое вы будете испытывать. Здесь не испытывают, на этой себе. Просто потому, что вы этому человеку поможете. А вы ему помогаете не зря. Не зря. Понимаете, есть причины. Это другое. То, что сейчас она сказала, это другое. Это Бог дает сильному человеку сильную нужду. Слабому слабую. Это то, что ей давно сейчас. Потому, что она сильный человек. Немного доброты в сердце. Она сейчас эту доброту через человека отдает для того, чтобы очистить свое сердце. Для более высокого существования. Над землей. И в этих сферах жизни. 6 ноября он ушел из жизни один великий человек. Он начал смотреть его и увидел чистоту. Он когда молился, молитвы пел, то тысячи людей слушали его и плакали. Он ушел из жизни. Чистота вошла. Другое существо. Вошел в другое существо. Я выполнил свой долг. 7 лет. Понимаете, то есть напряжение, оно купится из-за того, что мы неправильно живем. Без аскез невозможно прожить. И невозможно диагностировать даже свою судьбу. Человек, допустим, чувствует мне плохо, что почему живу жить? У меня... О-о-о-о-о-о-ы-о, я могу больше жить. Не хватает аскезы, молитвы. Все. Если здоровье начало портиться у тебя, не хватает аскезы, молитвы. Все. Я вам точно говорю, потому что, когда человек совершает аскезы, силы природы всасываются в его тело, и он становится здоровым. Нужна просто энергия природы для того, чтобы выздороветь. Иммунитет не хватает, энергии солнца не хватает. Как ее всосать? Нужны аскезы. Обмен веществ страдает, энергии воды не хватает. Как ее всосать в организм? Нужны аскезы. Спать не можешь, спокойствия нет. Я не говорю про, когда ухажешь. Вообще просто бессонница. Не хватает энергии земли. Нужны аскезы, энергия земли войдет в тебя. Сильное напряжение в теле. Куда напряжение? В поясницу все. Спина начинает болеть. Первый признак старости. Нужны аскезы. Движения длительные. Убирают напряжение в теле. Гиподинамия А муж велик вперед. И снова, и ножки. Снег. Последний шанс, и гадает судьба. Да сбросло я ходьба, и ежедневный вес. Спайшоп и женщины. Надо не медленно воспользоваться этим советом вам, иначе будет криз в голове. Последний шанс тебе дать. Если человек не хочет двигаться, он получает тяжелые заболевания.